окей привет всем кто присоединился привет кто всем будет смотреть записи мы сегодня заканчиваем статью которую мы начали в прошлый раз к разделу мишпатин статья которая называлась наказание вора и я думаю что мы успеем ее закончить и начать следующую к парашат романа это уже будет продолжение я делаю шер и мы можем начинать так так указки возьму да там а мы сейчас сейчас секунду 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 сейчас с указками дает перевыслать окей так ну вроде бы так все окей а вот вот все все отлично значит мы продолжаем а к заканчиваем я думаю статью наказания вора парашат мишпатин было довольно долгое обсуждение интересное на мой взгляд разница между кто такой напомните мне ганав гановим вылестим и все это как бы все это рассуждение основывалось на довольно непонятном как бы законе с первого взгляда почему то что называется листима именно что-то близкое к вооруженному ограблению вот там и наказание наказание оно как бы в два раза меньше то есть человек должен отдать человек бандит должен отдать только то что он отнял силой а вор должен как бы вдвойне я не буду все повторять да те кто желающие могут посмотреть предыдущую запись и там соответственно увидеть все предыдущие все 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 аргументацию которая была до этого момента хорошо все тимофей мы можем продолжать по моему вот с этого параграфа надо да давай давай так листим мезуян грабитель мезуян такой мезуян вооруженный вооруженный ну да тут как бы не знаю политикал коррект в общем понятно от какого слова слова мезуян наверно в этом есть какие-то этнографические так дальше исследования которые может быть стоит посмотреть но в общем в современном иврите и иврите да есть хамушин хамушин помните вот написано хамушин яцуб на Исраэль и Мусраэль и там еще что пятая часть и все лахамеш это да химушин это вооружение мезуян мезуян это больше не вооружение в смысле у страны военное вооружение а мезуян это человек у которого есть оружие либо огнестрельное либо холодное правильно это насчет вооруженного и насчет холодного оружия ну то есть как бы не знаю топоры сакин нож и так дальше и хам в смысле что горячее оружие по-русски не берет горячее это огнестрельное но мезуян это человек который как бы вооружен окей ну и соответственно листим это вот листим или листим это соответственно бандит вооруженный бандит окей ну хорошо читаем да читаем айфшар шлахэвдель беншней а то амим ешь на пка мина а лекти 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 илхатит 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 да судье а теуна шаль листим мезуян да так ну давай да может быть разница между двумя видами вкусами значениями обычно это стандартно это значение значениями значит есть результат это практическое следствие это как бы стандартное модическое выражение мишноицкое вооружение это стандартное выражение из томудических объяснений, рассуждений. В современном мире тоже вполне применяется на Камина. Конкретно практическое следствие. Голохическое. Правильно. В этом вопросе судья это как бы вопрос для обсуждения. Ты уна. Ты уна. Опять, ну вы знаете слово литон, литон. С одной стороны, например, та метан это клетка отделения. Это багажник, потому что по-русски называется. Лат ин это, например, зарядить. То есть как бы зарядить. Мат эн это зарядное устройство. То есть как бы понятно, с чем все это связано. С другой стороны, как бы не в физическом мире, а в концептуальном мире, литон это утверждать. А вот прилагательное от этого, нет, наверное, здесь даже наречие, да, бисубия, ты уна. Не знаю, либо как наречие психика, либо как прилагательное. Ты уна это означает, что она смотрите, можно перевести слово непростая, например, это тоже будет, я думаю, нормально, да, например, лоб шута. Но, в общем-то, смысл тууна, это означает, что как бы типа взрывоопасное обсуждение, что оно непростое. Оно очень насыщенное различными смыслами. Как перевести лучше на русский язык? По-простому непростое, но, наверное, можно найти какое-то более правильное, более правильное литературное соответствие, да? Окей. Шель, Значит, какая-то судья, какая-то тема? Тема вооруженным грабителям. Правильно, да. Дальше. Шеба нахлеку паршаним у пуским бэмасэхэ пава камам. Правильно. В отношении к которой шеба в отношении к которой различают. Ну, в смысле, различились, разделились мнения, скажем так, или как бы зашлись во мнениях, да? Кто? Комментатор и по-постому закону учителя, скажем, по-закону пуским это те, которые выносят алаху, а паршаним это которые как бы дают объяснение комментариев. В какой масяхэ? В трактате бава кама. Бава кама, правильно. Окей. Итак, дальше. Листим Мезуян гейну шудет 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 беш рахим правильно рахим урыв бесетры правильно угрей орах гозель эт мему нам. ну да такая вполне красиво построенная фраза. Что такое Листим Мезуян? Потому что это цитата она идет у нас из прошлого обсуждения правильно? Объясняется более простым языком синонимы что такое Листим это еще одно слово у нас был ганав есть ганав а есть шудет шудет это в современном это грабитель на самом деле. Ну из той же серии в общем. Ну из той же серии да, но есть разница ганав ганав это просто то что по-русски вор правильно? Шудет это грабитель это два основных ну скажем разделения. Листим в современном виде так не говорят чаще всего это встречается когда люди читают филатадерах там есть вот как бы это кэта про Листим но в современном виде как бы не говорят Листим может быть шудет но при этом все равно подчеркивается например если было вооруженное ограбление банка говорят шот опять же вот это слово Мезуян может быть шот и не Мезуян да, но если он пришел в Бор и поднял этот самый именно шликат шудет значит направил пистолет и сказал как там кошелек либо жизнь вот это называется шот Мезуян а кого они шудет шудет драхим так вот а правда еще добавляю что он не просто в банк приходит а это шохет шудет драхим что такое шудет драхим ну причем сидение в Руссане что-то на проезжую дорогу выходит так пойдем по-русски это как бы бандит который выходит на проезжую дорогу то есть там где проходят большой дороги ну да бандит большой дороги а УРФ сидящий засадь правильно а УРФ это как раз вот это вот есть западня сидящих засаде например военные лексики солдаты которые делают ну засады пойдем по-русски это называется ма-араф опять же слово да надо начать с сайном а есть с алофом вот с алофом это это именно засада да АУРФ который поджигает поджидает подстерегает как угодно каким образом бессеттер скрытно скрытно правильно втихая скрытно да на проходящих путем да прохожие прохожие проезжие наверное в данном случае но в общем те которые там следуют по этому пути дальше что он делает выгозель и грабит их имущество правильно гозель от моему нам правильно вот еще одно слово тоже это все как бы синонимы наверное имеющие какие-то несколько отличающие смысле потому что есть гнива есть взяла и так дальше да вот гнива это воровство взяла гезель это мамнамон это что-то близкое к тому что все-таки это не ограбление а больше отнятие то есть это все опять идет к тому что это человек применяет как бы силу окей заставляет человека отдать его мамон дальше тох тох имут имам правильно в результате чего как бы через что да вступает с ними в противостояние в противостояние да то есть он насильственно говоря нормальным русским языком он насильственно отнимает у них их достояние принадлежащее им собственность как уголь дальше шот шот нуаз короб лелес да басихун от сме замечательно шот нуаз грабящий шот в данном случае это ограбление да ограбление отчаянное что ну дерзкое я думаю ближе вот такое дерзкое ограбление оно как бы корух это связано или как это по-русски содержит в себе корух ведь это же вы знаете переплетать правильно крикает и переплет книги корих на иврите это кукис это угиот почему-то как бы они такие правильно в данном случае корух это значит что он связан или он содержит в себе дословно переплетен по-русски не сказать переплетен но он связан с чем опасность и риском для него самого да без всякого сомнения он связан с чем с риском для него самого да с риском для него самого замечательно да дальше так с этой стороны да похож он на газлана на грабителя он похож на газлана опять шодэ похож на газлана по-русски то и другое это грабитель на иврите есть как бы отличия и посмотрим к чему это ведет да есть газлана а есть шодэ по-русски по-моему и то и другое правильно привести грабитель я не знаю еще одного синония окей дальше вот бандит есть вот еще есть бандит правильно вот газлан это по-моему грабитель а вот шодэ это больше бандит окей шейно шейно митяре что не скрывается нет митяре митяре это ира ира это боязнь не боится ира это бога боязнь в этом случае ира это то же самое слово да если у нас стоит здесь эй вместо алафа тогда будет лерот лерот это стрелять а с алафем это митяре это человек который не боится не опасается кого людей потому что он выскакивает из кустов грубо говоря или там входит в банк и он реально рискует своей жизнью потому что эти люди могут оказать ему сопротивление вообще говоря я не знаю наказать убить его нанести ему поражение он их не боится он выскакивает перед ним к лицом к лицу дальше и дальше тут как бы у нас есть стира есть как бы противоречия потому что как ты говоришь что он открыт мы только что сказали что он уреф уреф это прячется вернее но как же он лицом к лицу он же ведь прячется она объясняется для чего ему нужен этот маараб вот это вот прятание заподняет скрытие для чего оно нужно ну да засада засада правильно это маараб бесетер ну да только приводит к тому что облегчает ему ну да то есть это технически этот маараб бесетер и вот эта вот засада тихаря ну скажем тихаря нуат нуат это важно очень слово предназначено да предназначено от этого слова эд свидетель и все прочее предназначено от этого же кстати слово моэд вот у нас скоро будут праздники да моэд тоже от этого слова это то что предназначено вот то есть вот эта заподня она предназначена рак лакет что такое только чтобы облегчить правильно облегчить ему осуществление правильно осуществление его злого умысла Правильно. Вот очень тоже важное слово «лэвацея». «Бицу» – это очень важно. «Бицу» – это осуществление один к одному, потому что русские увлечения. Например, когда выступает спортсмен, и он добивается хороших результатов, то он говорит, что он хороший, ну или даже работник, который работает на работе, и он хорошо себя зарекомендовал. Говорят, что «у бицуистов». Это слово «бицуист». «Бицуист» – это значит, ну, скажем, результативник. Он приносит хорошие результаты. А «лэвацея» – это, конечно, это. И от этого же слова, как будет, видите, военная операция? «Мифца». «Мифца» тоже. От этого же слова «лэвацея». Или, например, опять же, как от этого будет «нефаль»? «Буцая». «Буцая» – «пицутсмэвхаль». Что это означает? Это означает, что был осуществлен, ну, как бы, регулируемое взрывание. Там, взрывая взрывчатку, которая, вот, взрывник, который пришел, он его, как бы, взрывает, чтобы, называется, например, там, «мывука». Но вот это вот слово «лэвацея» – это очень-очень важное слово. Оно везде, и когда человек существует какие-то денежные операции в банке, это то же самое есть. Если человек коротко идет, он просит сделать что-то, и он в переписке просто коротко хочет сказать, что это сделано, он может просто написать «буцаа». «Буцаа» – это то, что по англичке написано «дан», сделано. Все. Окей? Ну, хорошо, читаем дальше. «Ах». «Мейдаг». «Мейдаг». «Мейдаггиза», да, это тоже выражение из Талмуда, с другой стороны. Да. «Ахмейдаггиза» и «Зевуяв». «Шералестим» «Мезуян». «Да». Так, значит, с другой стороны. «Изевуяв». «Изевуяв» – такое не очень благозвучно звучащее по-русски, это означает, ну, слово «и» – это «не», правильно? Да. «Изеву» – это идентификация, то есть его отсутствие идентификации, либо скрытие личности вот этого «листима», этого грабителя вооруженного. Да, как, например, тут в скобках объясняется, каким образом «ас». «Ашэм». Вот это очень важно было, как ты прочитаешь, потому что здесь это только из контекста. И правильно, как ты говоришь «ашэм» – это, может быть, как бы Бог Всевышний. Но здесь это «асам». «Асам» – это, как бы, здесь депричастный оборот, который возлагает, кладет. «Асам» от слова «сам» – «ласин». Он на себя что-то кладет. Что он кладет? «Асам» – «ло». «Лойхат» – «ласавэ» – «ласавэ» – «ласавэ» – «ласавэ». Не кладет на себя… Не, наоборот. А сам «лойхат». «Лойхат» – не единожды кладящий на себя, условно скажем, не единожды кладящий на себя, что такое «ласавэ». Это «ласавэ» – «ласавэ» – «ласавэ» – это вот то, что по-русски, не как это называется, когда во время войны, мать моя, шила эти самые, не демаркационно, как это называется, на стволы оружия, на это вот набрасывается, как это называется? Чехлы. Чехлы. Ну, не чехлы. Ну, ты правильно говоришь, чехлы, но есть такое слово. Как? Камуфляж. Камуфляж. Ну, камуфляж, еще одно слово, тоже на «д» начинает, Сань. Ну, где-то, забыл, вылетел очных толовей. Ну, маскировочные там что-то. Ну, вот правильно, да, 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 да. Вот это как раз. Вот «ласавэ» – это как раз оно и есть. А «ласава» – это вот скрытие, когда солдаты, например, на лицо намазывают, ну, не грязь, наверное, а как бы что-то такое, краски и все, а на казду, шлем, на каску кладут там листья и все прочее вливание, потому что там обильное растительное, чтобы скрыть себя. Вот это называется. Ну, вот здесь написано, поэтому это есть «масыха». «Масыха» – это слово наложение, лохосот, прикрытие. А «сваа» – это именно сокрытие того, что есть, да. Вот это Муше тогда, когда он спустился с этого самого арсена, и там вся эта история тоже с сокрытием его лица. И «пятое-десятое». На самом деле здесь нас объясняется, почему этот самый, тем не менее, листьям, вот этот грабитель, тем не менее, хотя как бы дистеза такая, что он выходит как бы так в наглую лицом к лицу, но тем не менее зачастую он, да, скрывает свое лицо. Дальше. Ну, дальше дупоевой пример. «Кедугмат». «Кедугмат». «Офнобанк». «Офнобанк». Замечательно. «Офнобанк». «Офнобанк». «Который на мотоцикле подъезжал к банкам, наглую приходил и с угрозой пистолета отнимал. В общем-то, довольно много, на самом деле, меня отнимал, пока его все-таки не схватили. Он вошел в историю как офнобанк. Дальнейшую его историю, не знаю. Ну, сидел, наверное, сейчас сидит, не знаю. Ну, вот тут написано «Мэфурсам». «Офнобанк». «Снаменитый». «Ну, знаменитый». Да, «Мэфурсам», правильно, «Мэфурсам». Как будет на иврите от этого слова «Мэфурсам»? Это тут знаменитый, правильно. А как будет на иврите реклама? «Пирсун». А как на иврите говорят то, что в Хануку происходит? Зачем ставят ханукальные свечи на подоконник Эдана Халон? Зачем? Почему? Потому что это «Пирсум Аниса». «Пирсум Аниса» – объявление чуда. Вот так все связано в одно с другой. А с одной стороны «Пирсум Аниса», а с другой стороны «Пирсум» – это реклама. Окей? А как человек, который дает рекламу, называется «Мэфурсам». Окей? Когда прерывается шедур, вещание, да, либо радио, либо телевидение, естественно, что дико раздражает, и там начинается то, что говорится «Дваром Эфурсам». А именно сейчас будет реклама от рекламодателя. Окей, дальше. «Макбир». «Макбир» – это охрада. Усиливающий страх. Ну, он опять, по-моему, он идет, как бы, вот, он сейчас про что говорит, вот это «изи уяв». «Изи уяв». То есть вот это вот скрытие личности, видимо, он подходит подчеркнуть, что это техническая вещь. Как он прячется, это как бы ему надо технически, потому что выждать, пока они близко подходят, правильно? Объект, который он хочет грабить. А с другой стороны, скрыть его личности – это тоже, это не, как бы, это не его принцип, да? А это почему? Потому что это техническая деталь. Почему? Потому что это, как бы, он говорит, что такое «Макбир» – это охрада. Ну, усиливающий страх. Ну, да. Усиливающий страх, панику, правильно. Потому что человек выскакивает, человек с этой самой смазкой лица, это уже одно это само по себе. Человек уже, значит, вводит в некоторый шок. Дальше. «Умархив». Это уже более концептуальная тема, что значит «Мархив» – это «Магаля Хашадот». Расширяющий круг ограблений своих, что ли? Ну, возможных подозреваемых. У него лицо скрыто, то есть это можно подозревать кого угодно, да? Окей. «Умитсадзе», «Еш», «Дуно», «Ганав». Ну, да. Это же нам напоминает историю про «Ганаву», правильно? Об этом же все отличие было. Дальше. «Вэлэхайву». «Вэлэхайву», правильно, замечательно. «Хэхэль», «Ганавс». Ну, да. То есть это возвращается ко всей предыдущей обсуждаемой теме. Что если, как бы, он закрывает лицо и все, и начинается тема подозревания других. Помните, там была тема, что такие действия, они приводят к социальному кризису в отношениях, начинают всех подозревать. Поэтому он говорит. «Умитсадзе», «Еш», «Лыгунок», «Иганав», «Вэлэхайву», «Дэкэфель», «Кнас». Как это перевести? «И с другой стороны Еш». «И с этой стороны». «И как бы, ну вот, и по этому, и по этим рассуждениям, да?» «Еш, лэ, доно». «Есть его действий». «Его следует осудить». «Еш, лэ, доно». «Его следует осудить». «Ладонов», в данном случае «Еш», это, ну, его следует. «Его следует осудить». «Как в качестве кого?» «Как вора». «Как вора». «Ну, вора, да. И тогда присуди. Если он вор, то тогда он должен платить. Какой к нас?» «Двойной». 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 «Тут написано «Лэхайво бэхэфель к нас». Ну, видите, похожая драматическая форма «Лэ, доно, лэ, хайво». «Окей?» «Просто здесь как бы изначально слова другие. «Ла, дун, о, лэ, хаев». «Лэ, хайво». «Лэ, хайво». «Его», соответственно, «Кэфель кла». «Что такое Кэфель?» «Кэфель» 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 «Это двойной». «Правильно». «Кафуль» «Кэфель кнас» «Я думаю, что это смехут». «Кафуль» «Это двойной». «А Кэфель кнас» «Это смехут». «И тогда это тоже двойной штраф». «Правильно?» «Ликнос» «Это человека…» «Ну, я не знаю, как он становится обложить штрафом». «Правильно?» «Окей». «Хорошо, дальше». «Пасак». «Пасак. Просыпай «пасак». «Рамбам. Бе ал-хот. Гнева». «Бе илхот». «Опять, это смехут», поэтому ты правильно сказал. «Если это не смехут, то ал-хот». «А если это смехут», то мы знаем, что зачастую меняется слово. «Чаще всего первое слово». «Поэтому вместо ал-хот» это илхот. И уход гнила. Итак, что пишет рамбам? Лефихах. Да, поэтому выводит рамбам в вот этих вот законах воровства. Да, да, да. Лефихах или стис. Листим. А листим на зуян шаганав. Ну да, то есть как бы никто и противоречит. С одной стороны листим, а с другой стороны ганав. Окей? Ну что, он принадлежит вооруженному грабителю к ворам? Да. И ногазлан или ганав. Он не газлан, он и ганав. А он не газлан, и ганав. То есть между ними можно провести такое... У нас же должно быть как бы наказание явно отличное. Один должен просто отдать один к одному. А второе, это двойное. Надо провести четкое различие. Он вообще кто? Он листим или он листим из зуян, или он ганав. Либо так, либо так. Поэтому он говорит, что надо проводить между ними различия. И ногазлан или ганав. Аф? Аф, альпи, ша, баалим, юдин, беша, шаганав. Да. Аф, альпи, ша, баалим, юдин, беша, шаганав. Несмотря на то, что... Ну, баалим в смысле баалэм амон, то есть пострадавшие на самом деле. Хотя здесь Баали, в смысле, ну, вот, как бы, те, которым принадлежает это имущество, награбленное Самиду. Йодим Бешаат, Бешагни Шиганат. Ну, знают на момент. Ну, наверное, узнают, да, на момент осуществления самой, как бы, кражи. То есть, наверняка, все-таки, они в какой-то момент либо он маску снимает, либо они его так по голосу узнают. Ну, в общем, они понимают, кто это. Его можно гораздо быстрее, как бы, поймать и все прочее, чем и вора, который там, покрыт тем ночью, просто, или как-то втихаря у кого-то украл. И вообще нет никаких свидетельств, кроме того, я не знаю. В те времена не было камеры слежения, которые может его сфотографировать. А тут все-таки он, как бы, каким-то образом перед ними представляется, хотя бы голосом. Дальше, В.А.Е.Н. В.А.Е.Н. Да, Сагот. Ра.Б.А.Д. Да. Ра.Б.Н. А.К.Б.Н. Шамо делает отсылку на другие галактические материалы на эту тему. Ра.Б.А.A.Б.А.Т. Ра.Б.А.Т. 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 Ра.Б.А.Б.А.Т. Ра.Б.А.А.В.А.М. Я не знаю. То есть, был бы нормальный ученый человек, он бы и тут же сказал, я нет. Но это можно легко посмотреть. Напишите. Сейчас может человек прямо написать Ра.В.А.Т. и тут же получит объяснение, что это Антон, скорее всего, да, то, честно говоря, не знаю. И вот есть видимо книга, ну, то есть невидимая книга, которая называлась Мусакилим. Мусакилим – это дословно оруженосец, но почему та книга называлась, это надо уже соответственно посмотреть в снос. Хорошо? Ну, хорошо, все, мы рады тому, что Аслан присоединился. Переходим к Ане. Ань, ты можешь читать? Да. Так. Абрам бен Давид. Да, да, да. Веразит, веразит еще. Да, да. Так, ладно. Так. Матбиха у макера ватле машхитат арехав. А тут немножко сейчас будет отсвет на действительность. Матбиха и от Ме… А, Ме, не… Матбиха – Ме, наверное, Ме или Ме. Вот, вот, вот. От забиения и продажи. От резни, да, да. От резни и продажи. Убоя, 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 убоя и продажи Машхитат орехов, да, Машхитат орехов, да, Машхитат орехов, да, Машхитат орехов, да, но что имеется в виду, это некоторая тупа, вот у меня ребенок, то есть не ребенок, ну как бы, да, ребенок, у него семья, слава богу, все такое, они уехали, они уехали на, там, не знаю, 10-12 дней в Яван, когда вернулось, у них у меня машины нет, приехали. Приходят все домой, машины нет, машину украли, значит, ну, тогда должна быть кража машины, да, гневаторая, а почему написано Машхита, что известная, как бы, шита арабов-палестинцев, которые, что они делают, они угоняют машины, поскольку, как бы, территориально-то все это очень близко, вот, и до последнего времени называется гуль-парус, то есть совершенно граница очень плохо охраняемая, по определенным политическим соображениям, до последнего времени, окей, поэтому перегоняют туда, и вот дальше они очень быстро разбирают машину на части и продают ее по частям, то есть при такой системе, в общем, может быть, что и денежная, как бы, выгода, она больше, чем просто продавать машину, но, наверное, еще элемент такой, что практически невозможно потом найти машину, потому что, как бы, она разобрана по частям, и все. И вот такие, как бы, мастерские, они называются Машхитаты, Машхитаты, потому что, как бы, Лашхит, Лашхит, это кроме, как бы, зарезывания, это еще, ну, уничтожение, в том смысле, что уничтожение, как бы, уничтожение виды или первоначального состояния, то есть разбора, окончательный разбор, ну, я не знаю, разбора, слишком такое мягкое слово, надо какое-нибудь другое придумать, но идея понятна, окей? Что-то, очень много? Так, хорошо. or, ма-лех, это, не только малах, малах, малах. Ну, малах, это, не один, левхир, и рейтев, и рейтев, и рейтев от хомра, аитера, да, шеба дана Тора, от Аганав, Так, сейчас скажу. А, Шетавах О Махар. Правильно, замечательно, да. Кигнов. Давайте переведем. Леорма Аллах. В свете этого процесса следа процесса может, возможно, можно прояснить, лучше прояснить устрожение, больше устрожение. Тяжесть, я думаю, тяжесть. Тяжесть в смысле, тяжесть присуждения. Хумра Айтера. Шебу, которая осуждает, выносит решение, которое Тора осуждает, присуждает вору, который зарезал или продал. Ну да, то есть это не просто вор, а это вор, который не только украл, а он еще потом еще дополнительные действия. Он еще Тавах или Махар, а не просто отнял. Дальше, да. Если пройдет человек быка или овцу и зарежет или продаст. Хамеша вакар и шалэм тахат ашор. Вэрбэ цон тахат асе. Пять быков заплатят за быка и четыре овцы за овцу. Ну да, то есть вы понимаете, что по прямому смыслу как бы устражается очень сильно, потому что ганав то у нас был ганав у нас был вдвойне, да, то есть этот лист был только один к одному, дальше ганав был один к двуму. То есть он должен двойную порцию вернуть, двойное от того, что он украл. А если он при этом не просто украл, а он еще зарезал либо продал, то тут вообще круто. Вообще он должен в пять раз больше за крупнорогатого, крупнорогатый называется, правильно? И четыре за, как это, мелкие рогаты так не говорят, правильно? Крупнорогатый говорят? Мелкие. Мелкие рогаты говорят? Мелкие. Ну мелкорогатый хорошо. Мелкие, как это называют уже мелко-мелкие? Мелкие сколько? Ну хорошо, окей. Отличительно. Окей. Ладно. Тамим рабим намру. Ладин Зе? Да. Много смыслов или много говорится или сказано об этом постановлении и решении. Да. Ах домэки бэквуд да. Скажем, симат адегеш а симат адегеш а ля та ума а фефет. Да. Но кажется, что вследствие как бы постановки точки постановки акцентирования акцентирования на этой загадке ауфефет окруженный окутанный который окружает вот это та ума которая окружает так эцем огнева нитен не а что такое эцем огнева ну как бы это сейчас скажу это сама по сути суть воровства сама факт воровства то есть само воровство воровство само в своей у нас у нас определено чтобы росло прежде всего у него параметр в том что там есть вот что написано талума ауфефет талума то есть вот эта вот непонятность загадочность ну загадочность в плохом смысле слова которая окружает неизвестность которая окружает сам факт кражи потому что неизвестно кто это в отличие от этого листин окей дальше нитан нитан летзбия да аль ахумра амиюхэдет да шибетвиха он уэм махера 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 да махера так возможно летзбия как бы указать правильно указать сто процентов как это слово палец наверное указать аль ахумра на особую строгость которая содержится вот в зарезании и продаже да единственное что стоит проверить насколько я помню это с алофом хотя очень очень было бы хорошо если бы это было словарь так и пишет типа летзбия типа указать пальцем указать пальцем да да но палец по-моему с алофом к седу своему можно проверить да скорее всего с алофом да хотя очень близко хотя очень близко хотя похож да лайфи шейкар эээээээ сына Мегаматан. Это кого? Мегаматан это кого? Мегаматан. Думаешь, это была Махера в Ишхита? Махита, но она, это женский род. Что-то такое женского рода. Только несколько женского рода. А где у нас тут несколько женского рода? А, вот эти вот они две продажи. Вихаум и Фират. Две женщины много Мегаматенцы. Так, Лефиши. Женского рода. Женщин здесь как бы нет. Ну-ка, ну, хорошо. Да-да-да, ну, как бы, женского рода. Они же две женщины. Они женщины. Ну, женского рода, в смысле, да. Ну, а кто же женщин? Окей. Лейлим. Лейлим. Райот, райот. Да, правильно. Райот. Так, БК. Лимно. Лимно, ты сказала? А, Лимно. А, Райот. В Лимно. А, Райот. А, Райот. Пануах. 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 Пиано. 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 Пианох. А, Талума. Замечательно. Так, где мы там застряли? Нитин, возможно, указать на строгость. Вот эту особую строгость, которая полагается за... Да, 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 да. Почему так круто? ЛФИ, что, поскольку, поскольку, что основное, основная цель на гамотану. Правильно. Скрыть улики, скрыть улики, ну, нечто очевидное. Да. Лимно, Лимно, это как бы... Предупредить. Не дать возможности. Не дать возможности, правильно. Возможности разгадать вот эту загадку. Да, Пианох, это разгадка. Пианох, Пануах. Как уже было, Пианох, это разгадка. Пианох, это разгадка. Талума, Талума, это разгадка, а это загадка. Талума, это загадка. Мы говорили несколько раз, мне очень... Ну, не то, что нравится, но каждый раз, как бы, Талума, вот, это загадка, а с другой стороны, Леолим, как ты правильно сказал, Элиза, здесь... Да, вот тут было, Леолим, это как бы скрывать, да, но это вот интересно, что существительное, которое мы все знаем. Олам. Мир. Ну, то есть от миру мир здесь это не связано. А улам это то, что не лам. Это то, что вскрыто от глаз. И это опять парадокс. Иудаизм очень интересный. То, что мы все видим, вещественный мир, а тем не менее он называется улам. Улам это то, что вскрыто. То есть за ним что-то вскрыто на самом деле. На мой взгляд это очень интересно. Но окей. Таалума. Таалума. Это действительно сокрытие. Окей. Дальше. Ахэн давар зэ. Нахон гамбэ хафацим 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 дамамим дамамим а мэфурсаким мэфураким мэфураким халаким. Правильно. Однако, поэтому, следовательно, это дело действительно так же действительно будет верным, будет правильным для гамбэ неодушевленных предметов. Вот именно неодушевленных предметов. Машина неодушевленных предметов. Молчащих вещей разобранных на части. Машина, которые разбирают на части. Комбэ льв это молчание. Молчание, да. Вело бигдей. Вело бигдей. Бигдей. Сиксэк. Месаксэгет. Месаксэгет. Та сият. Амашхитот. Амашхитот, да. Маханюет, маханюет. Агнувот. Правильно. Так, иело бигдей. Вело бигдей. И неспроста. 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 Как бы преуспевает. Именно преуспевает, да. Преуспевает сама себе. Преуспевает себе. Она себе кто-то. Та сият. Производство промышленности. Та сият это промышленность. Изготовление. Изготовление. Это самое, ну как сказать, предприятие по разбору, по разбору угнанных, угнанных материалов. Ну вообще, да, по-русски было бы, хотя машину так не сказать, изувечивание, изуродование, как угодно. Это так бы говорилось, не дай бог, по отношению к людям, к изрубленным. По-русски про машину не сказать изувеченная машина. Ну искореженная, вот что-то типа этого. Это близко к этому. Хотя, как ты правильно сказал, здесь смысл в том, что она просто разорвана на части. Но при этом как бы она как машина, а ее и уродуют, потому что она перестает быть машиной. Окей? Так. Поскольку у нас, мы сочетаем... Угнанных машин, да. Сейчас, секунду, к отсылкам. Вот это вот слово домэми. Вот у меня сразу фраза про одного из центральных героев, героев, так можно сказать, да? Кумаша. Какая фраза вам на слово дом не приходит в голову? Как сказано в Параше, про Надафа Абибу? Про Арону что-то говорилось. Про Арону хранил молчание, да. Вейдом, да. Вейдом, Вейдом, Арону. Это как раз дом. Дом – это стоять безмолвно. В данном случае. Безмолвство, точно. Да, да, да. Так. Симулев, Симулев, Ладимьон, Вейдом, Шхитат, Амахани, Махани, Маханит, Маханилет. Обратите внимание на схожесть между Шхитатом, Маханилетом. Ну, вот это вот, да, разбором машин, ну, как бы, испорчением, порчи-порчи машин, Левейне, Твиха, Махера, между вот этим забиванием и продажей. Продажей, да. Ну, это вот он говорит внимание на, как я провел, вот это вот параллель между этим и этим. Ах, Ах, Им, БМХ, Амбэмахани, Йот, Нитэн, Эдайн. А, да. Лэ Ахар, Лэ Тим, Эт, Ахалэ Ким. Да. Ну, однако, в случае, вот, в случае с машинами, возможно, Все еще, иногда. Все еще, иногда, как бы, части обнаружить эти самые части. Амгалатер это именно обнаружит, да. Гарейщ Мишорвасы, а не, на, на, нахли, 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 Бэхольп, Лонутер, Давар. Ну, так, но почему? Однако, в случае с быком и овцой, которых скушали съеденных, священных, быков, и овцом, Бэхольво, во все, во всем. Которые всеми пожираты, скажем. Во всем видим. Лонотер от них ничего не остается. Ну, как бы, косточки обсосались, и все, как бы. От машины там хоть можно как-то найти, может быть, положительно, да, там, на моторе, я не знаю, вычеканенный номер мотора, может быть, его можно как-то заев, фальсифицировать, но, тем не менее, теоретически можно найти. Ну, что-что съели, как бы, найти невозможно, окей? Вы на все? Вы на все, а мы шо хэхэт, мы шо хэтэт. Ха-та. Мы шо хэтэт. Слыха, вы на все, а мы шо хэтэт? Мы шо хэтэт, шэль аганав, шэ тэвэх. Тавах, просто тавах, фаль. У махар. Мехи юхат, мехи юхат. Нет, почему, подожди, подожди, просто мэхайет. 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 На все, мэхайет. На все, мэхайет, вы ацма. Да. Мэхайет. Мэхайет. Да. Бэлэвава. Лэймор. Шалом и ели. Да. Хэдиврейх. Акатув. Аль айша. Аноэф. Наноэфет. Бэсэтер. Ну да. Так, сейчас мы, где мы остановились. На все. На все. Сейчас скажу. На все. После того, как съедено. После того, как он украл и сожрал, предположим. Душа ее, ее сущность, душа его. Мошхэхет. Ну как это? Мошхахет. Рубированная дословно, но очень развращенная, низкая. Развращенная душа этого вора, который зарезал и продал. Да. Улыбается сама тебе. Сама по себе, да. Сама в себе. Бэймит Митварэхет. Как бы. Ну, да. Ну, да. Он тебя благословляет, но очень как бы кайфует, грубо говоря. В сердце своем, говоря. Мне хорошо, мне, мне хорошо. Ну да. Мне все по кайфу. Вот так на современный русский язык, по-моему. Все хорошо. Мне все хорошо. Как говорит Писание о женщине, прелюбодействующей, распутничающей в тайне. Правильно. Тихо. Как бы поела и утерла рот и сказала. Не согрешила, не совершила. Да, это не совершили. Да, мы точно пьет, посмотри, решили, но они правильно перевела, смысл такой. Окей. Так, а вот пускай теперь Арслан почитает. Давай, да, Арслан, вот закончите эту статью. Велефихах. Велефихах. Рауль. Я могу нечислить, не слышишь. Бааншо. Да. Ганав. Кафуль. Кефель. Кефель киплайм. Кефуль. Машкита. Шамашкита шило. Машкита шило. Мешох. Белет. Правильно. Лютер. Да. У кохе. Векуха яфа. Куха яфа. Летаф. Летафу. Да. Летафу. Гам. Бешов. Бешоваринг долин. Бешоваринг долин. Бешоваринг долин. Сэмитрейлеры. Есть такое, да? По-русски тоже говорят сэмитрейлеры. То есть, как бы вот эти большие грузовики, на которых, тягачи, я не знаю, как сказать, на которых зачастую вывозят машины. То есть, это тоже, по сравнению, подъезжает такая штуковина. И если наивный хозяин машину там запирает, еще есть такие, которые, ну, тволь таким специально запирает, они ее берут, просто поднимают на такую штуку, все, на сэмитрейлеры большой, на платформу, и увозят просто, и все. Ну, такое тоже, сколько угодно. Ну, хорошо. Постараемся перевести. В Лафихах Рауи Лаахмир Беоншо шельганат кеферки флайм. И поэтому Лафихах. Поэтому Рауи. Рауи, это, ну, как бы, достоин или следует? Следует. Лаахмир Беоншо. Усилить наказание. Дословно утяжелить наказание. Ну, по-русски, наверное, не утяжелить, так нехренне сказать. А, видимо, усилить или устрожить. Устрожить наказание. Утяжелить нормально, слышно сказать. Хорошо, да, утяжелить наказание. Вора. Кеферки флайм, это такое выражение. То есть вам много... Ужесточить. Что-что? Ужесточить наказание. Ужесточить, усугубить. Да, 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 все правильно, да, все правильно. В два раза в два не было. Кеферки флайм, это, как бы, такое, ну, выражение. То есть кефер, это вдвойне, а вдвойне еще вдвойне. То есть, как бы, получается два в квадрате, правильно? Не два все-таки в квадрате, а во много раз. Кеферки флайм. Кеферки флайм. Как всем. Кеферки флайм. В данном случае, кеферки флайм, это ужесточить настолько, насколько его, вот эта вот мошхита, а именно, ну, вот, как бы, система изуродования того, что он крадет, да, вот это вот мошхита называется, да, шило. Она что? Мешухлелет? Мешухлелет? Мешухлелет. Это она технически более продвинутая. То есть, чем более продвинутыми способами пользуется вор для того, чтобы скрыть свое воровство, тем правильнее ужесточить. То есть, грубо говоря, если он просто взял и отверткой отвернул, там, я не знаю, фонарь и разобрал его там на лампочке, все, это одно. А если он подогнал семи трейлер, погрузил несколько машин и увез, то, по-видимому, должно быть наказание гораздо более больше, гораздо более мешухлелет. Теперь дальше. Скажите мне, от вот этого слова «мешухлелет» какого слова? Ну, очень-очень распространенное слово. Сехель, конечно. Сехель. Сехель – слово очень распространенное, как бы, когда человеку хотят сказать, что слушай, ты вообще в своем, там, у тебя мозги вообще на месте, и говорят «майма сехель» вообще, да, окей. Но в данном случае «мешухлелет», «мешухлелет» – это, как бы, она продвинутая с циклительной точки зрения. То есть она, как бы, наукообразная, но наукоемкие способы воровства. «Йотер», дальше «вэкоха», «яфа», «лэтафэль», «гамбэ». И более сильнее «красиво». Ну, я даже не думаю, вот этого «коха», «яфа», в смысле он имеет в виду «кох», «яфэ» – это «ипуй кох», «ипуй кох». Это важное выражение юридическое, когда человек, скажите мне по-русски, не гарантию дает, когда вы хотите вместо себя, чтобы кто-то вместо вас действовал. Как это называется? Залог. Не-не-не, не-не, наталья. Доверен, доверен. Да, доверенность, правильно. Вот это «ипуй кох», «ипуй коех» – это доверенность. К слову «яфэ» напрямую, это вообще не имеет никакого отношения. Но он хочет сказать, что правильно как бы «бэкоха», «яфа» и, в общем, это и правильно как бы имеет отношение и правильно действует даже и в отношении, ну, в кавычках ставить, «шварим», «гдулим» и «больших быков». Кто такие большие быки? Ну, вот этих самых и семи триллеров. Окей? Хорошо? Ну, понятно, да, идея? Да, «шамнам». Это после трех звездочек. Следующий. «Амнам». «Амнам». «Эн-динэй». «Эн-динэй». «Динэй». Да, это смеху. «Динэй». Кого? «Эн-динэйк-насот». Да. «Сот». «Гох». «Но-гагим». «Но-гагим». «Действует». «Бен-ино», «Мад-дин». «Медин». «Медин», «Атура». Да. Давай, может быть, переведем, чтобы был этот кусочек. «Амнам». Штрафовательные законы. «Динэйк-насот». «Кнас» — это штраф. А «Динэйм» — это как бы законы. То есть законы штрафов, налогов. «Эн-но-гим» «Б-я-мэй-но». «Медин-то-ра». «Наши дни». «Не действует в наши дни как бы в соответствии с чем?» «Законом Торы». «Законом Торы», да. То есть когда там суд по каким-то этим самым преступлениям обносит это, то он все-таки не смотрит как бы в Тору, где написано «заказу там такую просто, зарезанную, столько-то и все». И очень жалко, что этого нет. Но он говорит, хотя у нас в современном как бы Израиле не действуют вот эти вот «Динэйк-насот». Законы штрафа обложения, можно сказать, да. Не действуют в наши дни по законам Торы. «Ах». «Ах, мэхокекей Исраэль». «Да». «Мувкадин», да. «Мувкадин Алик-динэ». «Малхот». «Да, умэншалла». «Давай, может, по кусочкам». «Ах, мэхокекей Исраэль, а мувкадин Алик-динэй, малхут ва мемшалла». «Но». «Ах» это всегда «но», да. «Но». «То такие мэхокекей Исраэль?» «Законодатели». «Израильские законодатели». «Законодатели Израиля». «А мувкадин». «Что такое мувкадин?» «Назначенные». «Назначенные». «Назначенные, сто процентов. «Назначенные, конечно». «От этого слова какое очень распространенное слово?» «Как называется человек, который...» «Пагид». «Пагид, правильно». «Клерк, чиновник, клерк». «Пагид» – это вот человек, который мувкад. Чиновник, который мувкад, который как бы мувкад, в смысле он введен в эту должность для осуществления чего-то, да. «Так вот эти мэхокеки, мы с мэхокекей Исраэль, которые мувкадин, на что? «Мувкад альма аль динэй, малхут ва мемшалла». «На законы...» «Ну, просто государственные законы, потому что есть такое выражение «Дина де Малхута Дина», то значит, что законы государства являются законами для всех, кто проживает здесь, даже для тех, кто не признает это государство в качестве. Ну, это известный спор был, например, всегда еще в Москве, правильно ли, например, проезжая в субботу в транспорт и не платить, не платить деньги, не нарушая субботу. Тогда был такой вопрос. «Дина де Малхута Дина» или «Ни Дина» обязывает ли тебя законы государства, в которых ты живешь, и которые ты не считаешь, что это закон, что это государство Тору и так дальше. И это вопрос о том, что Фаридим платит налоги, служит в армии, пятый десяток. Здесь есть отсвет этого. «Динэй, малхут ва мемшалла», то есть государственные, которые вот эти вот законодатели, которые, как Аня сказала, которые... Уполномоченные на... Да, уполномоченные на государственные вот эти дела, правильно. «Мина» дальше. Можешь читать. «Мина Рауй». «Мина Рауй» в «Шейкху». «Шейкху». «Ко». «Каф Манхе» это тоже такое выражение. Сейчас скажем, что такое. «Каф Манхе» «Зе». 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 «Литсумат ли вам». «Литсумат ли вам». «Мина...» «Как перевести?» «Мина Рауй». «Мина Рауй» это очень желательно. Очень желательно. «Шейкху». «Кто?» «Чтобы он взял...» «Чтобы они взяли вот эти вот...» «Мехохеким», то есть законодатели, «Да-да-да-да-да-да-да». «Чтобы они взяли...» «Что такое каф Манхе?» «Каф Манхе» это генеральная линия. Ну то, есть понятно. Каф это линия, правильно? Это директива. «Каф Манхе» это директива. Вот. «А Манхе» от слова «Леонет». «Расположить...» «Расположить в смысле...» «Не на местности что-то положить», «А в смысле...» «В плане стихрительном, «Концептуальном». «Да». «Каф Манхе» это взяли...» Вот, по-русски, мне кажется, директива очень хорошее слово. Взяли эту как директиву для чего? Для внимания своего сердца. То есть, как бы, обратили на это внимание. Взяли себе на заметку, как угодно перевести. Да, ваяхмиру? Ваяхмиру беоншам, шель? Беоншам, шель, муалин. Вот это тоже очень хорошая фраза. Тут очень много важных, важных слов. Ваяхмиру беоншам, шель, муалин. Что значит ваяхмиру? Правильно, устражили, утяжелили, как угодно. Беоншам, что такое беоншам? В наказании. За унашим шель? Да, унашим шель. Унашим шель это беоншам. Это в наказании кого? Муалин. Кто такие муалин? Какие-то злоупотребители. 100% злоупотребление. Это тоже. Это, насколько я помню, можете проверить. Это вообще изначально и говорится про... По-моему, я не ошибаюсь. Это в хумаше имеется в виду про человека, который муэль. Муэль баходыш. Это который делает что-то, как ты говоришь, злоупотребляет. Например, мне кажется, проверить меня не 100%, но мне кажется, человек, который, например, сделал Экдэш, а именно он просветил что-то, например, храму или Куэну, а потом он про себя решил, нет, я это ему отдавать не буду, мне жалко. Я там поменяю, что-то такое. Это называется мэйла. В современном иврите, как она правильно сказала, Аня, мэйла – это злоупотребление. Это вот тот вид преступления, который называется этих белых воротничков. Это вот все называется мэйла. Одно из обвинений, которое все время применяется, ну как бы не применяется, из другого слова, к чиновникам, государственным служащим, которые конфисковали, злоупотребляли пятый и десятый. Вот через запятую пица мэйла. Мэйла – это вот как раз вот это вот это. То есть это какая-то грань, это не воровство, это не грабится. Это называется мэйла. Человек, может быть, он как бы напрямую у него, он не получает какую-то все напрямую выгоду. Взял и украл там миллион из банка. Но это, в общем, приводит к тому, что он пользуется своим служебным положением для того, чтобы получить те или иные выгоды. Окей? Ваяхмир и бауншам шэля муалим. Мы – муалим. Да, дальше. Ганавим. Ганавим. Веонсим. Веонсим, да. А осим. Маасейхем – бесетер. Вот у нас ключевое слово бесетер, правильно, дальше. А кто не такие эти муалим? Это ганавим, веонсим. А осим, а сием бесетер, да. Воры и насильники, которые делают, ну, которые делают свои преступления, свои дела. Тихаря. То есть, я вот это вот слово муалим, а думаю, что это прямо связано со словом бесетер. То есть, когда есть какой-то вот этот вот шодет, либо листьев, либо кто-то, то это невозможно при нем сказать, что он муэль. Он не муэль, он напрямую идет, он приходит и крабит. А вот муэль, муэль – это как раз тот, который вот он как бы там в кикаля что-то такое делает. Взял титанцы там подменяет, не знаю, накладные меняет, еще что-то, в общем. Вся вот эти вот махинации, то, что по-русски называется, правильно? Окей, дальше. Дальше. Малимим. Реайот. Реайот. Да. Да. Правильно. Ахевра. Правильно. Машбер. Правильно. Не-не, имун. Очень важное слово. Имун. Доверие. Имун хамур. Да. Малим раайот. Бьет. С римби. Маагале. Ахевра. Машбер. Имун хамур. Все время подчеркивается вот эта вот идея, что если человек делает не напрямую, а в кихаря, то как бы Незек, который ущерб, который он приносит не только тем, против которого он действует, там это называется Незек Агапи, то есть дополнительный ущерб. Дополнительный ущерб связан с тем, что он делает это в тихаря, и это не видно, но с другой стороны, вот это бросает тень на очень многое, мы про это говорили. Это очень интересная как бы эта тема. Как это перевести? Малим раайот. Ну, как бы прячут доказательства по прямому смыслу, правильно? Нас это встречалось. Лаалим раайот. Раайя – это доказательство. Слово лирот. Просто видит. То, что человек видит. Называется доказательство, да? Вот, маалим – это в смысле прятать, да? Талума. Они прячут эти самые или скрывают эти улики. А, вот улики – такое слово. И дальше, что они делают? Тем самым, Йоцрим… Они творят. Ну, как бы творят, да? По-русски творят, по-моему, всегда с позитивное значение этого слова. Создают, я бы сказал, да? Почему? Творят нормально. Чего ты? Ну, что ты творишь такое? Ну, а это с юмором, по-моему, все-таки творят. Ну, может быть, да. Ну, создают, я бы сказал, создают, я бы сказал. И создают бы Маагалех и Вра, и создают, ну, вот, в различных, как бы, слоях общества. И даже Маагалим – это круги, в смысле, расходящиеся круги. Начинают, подозревают соседа, а сосед подозревает другого соседа. И вот уже весь район подозревает кого-то. А вот уже весь город подозревает, как бы, мэра. И вот это называется Маагалим. Правильно? Маагалим – это, как бы, сферы, да? Маагалех и Вра, что они создают Машбер и Мунхамут. Машбер это кризис Кризис доверия Да, очень серьезный Или очень крутой, критический Как угодно, тяжелый, наверное, опять же Слово тяжелый Кризис доверия Дальше Лорак Коконат, я думаю Бильват Хизе Токоната цибур Да, вы Слово токона, токона Это слово исправление Есть несколько уровней Уставов Которые говорится Есть законы, это хок Правильно? Есть, я не знаю, я сейчас быстро говорю Ну алим, ну алим это правило А еще есть токона Токона вообще отсловало и токон Это исправление Часто по-русски, по-моему, это как инструкция Например, есть какой-то закон А к нему есть токона Токона это поправка А, вот по-русски есть тот же поправка Правильно? Поправку 325 к закону 326 Правильно? Вот токона это как раз Это как раз вот такая поправка Ну и вот он пишет Лорах, токонад, яхид, белеват, язу Да И не только поправка одна Только Ну только в смысле К индивидууму Это имеет отношение Такая вот поправка В смысле вот такое вот исправление Которое бы они сделали Да Он обращается к законодателю И говорит Что вы вообще Хотя не берете напрямую Не судите по законам Туры Но вообще правильно вам Как бы обратить внимание Что этот вот Незек ущерб Который причиняет Такой, который делает Бессета Тенезек очень большой Для общества И соответственно Наказание должно быть Пропорционально И поэтому Лорах, токонад, яхид Это не только в отношении Как бы Индиубидуума Да Яхид это индивидуум Да Прат то что называется Белеват, язо, эла Токонад, цибур Это в отношении Да Поправки Как бы Поправки Исправления Цибур В смысле всего общества Что важно не только Все общества Потому что на уровне Там Индивидуума Ну вот опять Вот история Что он Тихоря украл И все что было Связано с Подозрениями Пятые и десятые Либо там дальше Подогнали Грузовика Или там платформу Украли машину А еще может быть Вообще Если это большой Государственный деятель Там не знаю Глава правительства Не дай бог Канцелярия Пятые и десятые Тогда вот же там Вообще Такой ущерб получает Поэтому они говорят Это даже токонад Которая в отношении Цибура Окей Ну хорошо Мы закончим Эту статью Теоретически Я как бы Не то что подготовил Но идея была Начать новую Как хотите Хотите только начать новую Или остановиться на этом Народ Я бы остановился Наверное Да я бы тоже остановился Ну хорошо Нормально По-моему отлично Очень интересная статья И концептуально очень интересная И словарный запас Очень интересный Я как бы советую Тем кто слушает записи Тем кто может быть Сейчас тоже присутствовал Я очень советую Может быть пройти еще один раз И повторить эти самые слова Посмотреть Какие есть синонимы Все Потому что очень-очень много Я стараюсь как бы По ходу дела Не слишком Замедляя наше движение Все время останавливаться И делать Как бы Соотноситься Либо с современным ивритом Либо С танархическим ивритом Александр Иванович Ханан Парад Как бы использует Весь этот аппарат И это очень живая речь Тут очень-очень-очень много Слов Которые просто на слуху Совершенно И с Торы И с Хумаша С библейской ивритой А с другой стороны Современного иврита Совершенно на слуху Абсолютно Хорошо Ну Александр Гамур Давайте на этом закончим Спасибо всем Кто участвовал Спасибо 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 Счастливо